всем привет сегодня мы подготовили для вас сюрприз очень интересный разговор и сегодня специальный гость на канале реликтум бизнес аналитик и представитель биржи ftx роман черкашина рома привет привет я вот вспоминаю как мы с тобой познакомились я приехала в сочи на митап ftx я не знала что в общем кто ты первый раз видела смотрю боже мой не точно надо с этим человеком переговорить и причем идет программа идет выступление я понимаю что мне надо подойти к тебе уйти с программы и переговорить и так вот мы встречаем интересных людей с которыми потом можно вершить историю творить интересные дела знакомиться развиваться и так далее и вот я бы хотел я не знала кто ты да и вот сейчас некоторые зрители тоже не знают а тебе ничего еще как минимум только то что ты представитель биржи ftx и бизнес аналитик но ты очень интересные умные тебе есть чем поделиться вот расскажи немного о себе нашим зрителям пожалуйста давай познакомимся да всем привет меня зовут роман черкашин и в принципе вот в тему крипты я вошел из технологий то есть изначально я работал в компании которая производила программное обеспечение для торговли на биржах на обычных стандартных то есть тогда еще не было как такого понятия криптовалюты это были обычные фьючерсы форекс стоки и подобное и позже из этого продукта родился трейдинг view то есть из моего родного города ростова-на-дону именно все это там родилось и когда был крипто бум трейдинг view были первыми вообще кто подключал себе фиды этих данных естественно когда у людей появлялся интерес узнать цену биткоина там или еще чего-либо что тогда на тот момент вышло трейдинг view был первым в списках единственным где можно было получить адекватную информацию потом конечно развились в плане технологий и сейчас на практически любой крипто бирже все графики которые вы видите всеми любимые японские свечечки это все детище трейдинг view это великолепный html5 это классная система канваса где график можно в расширять раздвигать рисовать на нем всякие всякие интересные штуки для тех анализа и потом тема крипты меня если честно прям завлекла потому что вижу что очень перспективное направление этого не было раньше и безусловно стоит этому уделять больше внимания спустя какое-то время я перешел биржу ftx занимался развитием комитет российского до наложения со связей поддержкой и так и повелось что вот в россии ftx знают вместе с моим именем и моим лицом и на самом деле есть очень много чего интересно что можно рассказать то есть да как новичкам так и профессиональным трейдером поэтому я готов отвечать на вопросы супер а может немножко в двух словах проект текст рассказать пожалуйста и в текст а биржа криптовалютных деривативов изначально так себя позиционировала носить на там вместе спорта и очень много интересных таких продуктов была она основана в девятнадцатом году и с девятнадцатого года сейчас 21 за два года является одной из топовых бирж мира буквально на днях перевалил объем торгов деривативами за 5 миллиардов долларов в сутки то есть ты можешь себе представить какие объемы там крутятся да и какие партнеры есть у этой бирже то есть и что самое интересное рынок снг занимает тоже ну немалую часть вот в этих пяти миллиардов потому что свое время ну вот как раз там семнадцатый год восемнадцатый год очень много ребят вот из россии белоруссии украины казахстана втянулись в крипту и сейчас их можно в принципе считать китами мастодонтами круто у тебя наверное тоже есть обязательно разная криптовалюта токены вот расскажи мне что ты делаешь держишь трейдишь в долгу холдишь сейчас инвестируешь осуществляешь ли платежи в криптовалюте не обязательно в российской юрисдикции может быть где-то еще я начну тогда с конца по поводу платежей в криптовалюте самая удобная система платежей для различного рода подписок на сервисы вот все что угодно любые там соас продукты да где то есть software the service будь то новость аналитика и тому подобное действительно проще легче и быстрее гораздо ну и с минимальными комиссиями это самое важное потому что как мы все понимаем банковские транзакции там что через карточку что через какой-нибудь wire transfer думаю они занимают время так что значит про это и и тебе ответил что я делаю с токенами но здесь вообще очень много стратегий здесь самое главное определиться со своей стратегией поведения на крипто рынке что ты тебя какая поделись чуть-чуть хотя бы я стараюсь минимизировать риски вот в этом плане это самое я думаю адекватный подход крипте потому что ну к примеру там можно торговать на фьючерсах с плечами даже словить пару ликвидацией то есть весь свой депозит забыть ну отдать другим игрок игрокам рынка но можно торговать на споте да как обычно продать подешевле продать время купить подешевле продать подороже закончить повторить до control c control но на это нужно много времени автоматизировать торговлю можно но не всегда она будет стабильно приносить тот же самый заработок это мы говорим сейчас о стандартных ну как он уже классических типах операций и централизованных биржах потому что дефа я чуть попозже расскажу то есть на централизованных биржах ты можешь значит торговать на споте любым выбором инструментов которые есть на той или иной бирже значит фьючерсы портальные бессрочные тоже пожалуйста торгуй с плечом или без тоже ну а ты что делаешь ну скажи я делаю всего по чуть-чуть всего по чуть-чуть всего по чуть-чуть в разные процентов очки всякая же говорят инсайдерская информация дай нам инсайдерскую информацию так и просят нас тоже по-любому захотят нет инсайдерская информация на поэтому инсайдерская что ею владеет там один-два человека и это точно не я к сожалению есть поговорка в крипте значит что-то там что-то там но продавай на новостях закупай на слухах вот продавай на новостях то есть это значит что вышла новость примеру илон маск твитнул что dogecoin будет расти ты или там что он его поддерживает там я смотрю сразу цену dogecoin о там плюс там 30 процентов надо брать но нет получается что вот люди которые на новостях так ведутся они как бы и оказываются в убытке хоть это такая каша шутливая поговорка но она имеет место быть это относится ко всему и к споту и и к фьючам в любом случае без грамотного риск-менеджмента то есть без стоп-лоссов без тейк-профита без ничего нормально себя чувствовать спокойно да и там не прибавлять себе седых волос в голову ну нельзя просто главное это риск-менеджмент да там сегодня ты заработал есть 10 процентов депозиту завтра ты можешь 20 30 40 потерять но если ты относишься к торговле ну не как хобби как на к работе у тебя есть выверенная стратегия у тебя есть голова на плечах холодное сердце и риск-менеджмент ты можешь сказать так ага я лучше сегодня потеряю один процент но не 40 пускай сработает стоп пускай его не буду передвигать еще дальше чтобы ну там вдруг цена отскочит я найду другую точку входа к примеру значит мне сразу хочется в диалоге извини если тебя перебиваю конечно спросить твое мнение твое отношение к следующему я открывала блокчейн школу но она собственно сейчас есть но просто нет времени этим заниматься много там большой поток учеников пропускать и все просят дайте нам трейдинг дайте трейдинг и вообще не про трейдинг а в конечном счете у всех вот такое ну вот у новичков у многих слепые такие розовые очки которые считают что вот я пришел мне сейчас дадут инструмент раз-два-три я буду трейдером заработаю миллионы лучше тут на этот счет скажешь как-то мы этот миф развеем главное не путать блокчейн и трейдинг блокчейн это инфраструктура трейдинг это уже производная это то что дают инструменты построены на блокчейне на самом деле ну так если говорить по-честному торговля токенами и фьючерсами в крипте не так очень сильно отличается от торговли на стандартных классических рынках фьючерсов и акций на том самом nasdaq там или сырьевыми фьючерсами там на чикагской бирже все знают кто не знает сейчас узнают что есть технический анализ когда мы рисуем всякие зоны сопротивления поддержки есть фундаментальный анализ когда мы смотрим на выкладки финансовых показателей то ли на компании да и там есть конечно новостной шум фон так называемый инсайда от гуру там или еще кого-то и на самом деле вот люди которые приходят и слепо верят что я сегодня куплю bitcoin а завтра я буду кататься на ламбе или 2 такого не будет и вот кстати вот здесь же вопрос ну то есть ребята вообще чтобы стать трейдером который очень очень много зарабатывает это время технический математический склад ума наверно так аналитический склад ума сколько времени должно пройти чтобы человек мог стать профессиональным трейдером или хотя бы не супер профессиональным но что-то зарабатывать и минимально терять ну точно не день-два ну и не месяц даже то есть если же человек прошел обучение какое-то обучение там ну в среднем месяц полтора-два практика и вот тут самое интересное сможет ли человек побороть свою жадность примеру до исследовать свои стратегии если не сможет то ему и года будет мало чтобы стать нормальным трейдером у меня столько возникает вопросов например как ты относишься к такому понятию как сигналы как телеграм-каналы которые дают сигналы нужно ли к этому прислушиваться смотреть потому что вот это сейчас модно вообще продавать доступ в канал с сигналами я вот встречала очень много людей которые ничего не понимают в этом смотрят просто новости эти новости постят какой-то свой платный канал вообще не разбираясь и бездумно вот прокомментируешь что думаешь на счет я к этому отношусь ну нейтрально могу сказать потому что допустим кто будет продавать курицу несущую золотые яйца что касается сигналов действительно я считаю мое личное мнение что не стоит на это уповать как на панацею дата на грааль для любого трейдера необходимо а иметь голову на плечах свою и б иметь как минимум три источника информации это не не факт что-нибудь бесплатная аналитика и аналитика сейчас много сервисов тоже самый трейдинг ю на самом-то деле там куча лидеров мнений и в чем главная идея что можно отследить правильность или там процент попадания вот их так называемых прогнозов до одного человека верить конечно нельзя нужно самому анализировать принимать решение все все кто вот в этой индустрии все говорят это не финансовый не финансовая рекомендация да дуя он в сердце всегда всегда нужно анализировать рынок самому и принимать решение самому финансы твои голова твоя руки твои вот у меня еще сразу отвлеченный вопрос потом вернемся к теме в принципе все по теме все для людей много школ трейдинга тоже которые обещают там через месяц ты станешь богачом мы мы даем гарантию что вы отобьете мы выдаем то есть нереально верно да то есть как это можно обещать вдруг у них есть какой-то не знаю волшебная палочка еще что-то проверяйте отзывы те кто там уже был нет серьезно это самый простой способ найти найти всякие скам модели просто нет сейчас очень просто попасться на удочку всяких мошенников и скам проектов эти понзы схем и тому подобное пирамиды криптофонды которые говорят вот там мы тебе будем гарантировать там 10 процентов 30 процентов в месяц ты такой молодец модель свои деньги в итоге они говорят ну как бы сорян но не получилось на снегу это рынок это рынок да да вот так сложилось повторю есть своя голова на плечах и свое мнение опирайтесь на на несколько источников данных риск-менеджмент риск-менеджмент а тогда давай вернемся к реликтуму вот нас у всех всегда самый горящий вопрос отложим самый горящий но вот тоже многих волнует это когда будет код на гитхабе когда будет код на гитхабе когда вы выложите вы код в открытый доступ понятно что код открытом доступе наверно один из показателей один из но насколько это значимо ну что я знаю например проекты большие серьезные у которых закрытый код и все хорошо там что ты думаешь на этот счет насколько важно там быстро или вообще вот открытый код на гитхабе но я могу сказать что скорость предоставления не то что сервиса да а любого продукта спешить никуда нельзя никогда покуда ты сам не будешь уверен в том что все работает как швейцарские часы то есть если я вчера услышал новость что так и так вот там в скором времени появится новый продукт покупайте наши токены вот мы сейчас буквально там через три недели у нас будет готовый код на гитхабе открытый делать что хотите я бы задумался как бы я не хочу чтобы это было быстро я хочу чтобы это было качественно и красиво по поводу открытости кода это уже все зависит от проекта и от его цели то есть открытый код сразу говорит о намерении о децентрализации то есть очень много контрибьюторов да вот в исходный код то есть сколько людей столько мнений и в принципе в итоге получается ну вот как там консенсус какой-то да продукт принимает форму которая удовлетворяет большинство людей согласна вот вернемся к токенам к рептовалютному рынку у нас многие говорят что как bitcoin такой истории сегодня не будет вот bitcoin стоил значит копеечки центы а вот сегодня стоит 50 60 тысяч долларов с другим ни с кем этого не произойдет это вообще нереально невозможно но мы видим историю того же самого токи на бирже ftx в тите мы видим историю соланы какие-то невероятные x и вообще отличный рост как ты считаешь что должно быть с проектом или что должно стоять за токеном для новые монеты чтобы произошло происходил вот такая позитивная история тут несколько подходов то есть есть хайповые монеты за которыми нет ничего то есть это вот все монеты основанные на собаках и твитах илона маска к примеру да а есть токены там либо утилити токены там либо security токены которые за собой подразумевают то есть это получается как акция ты покупая токен покупаешь часть этой компании и здесь один в один корреляция с классическим рынком акций ты смотришь на капитализацию ты смотришь на бизнес ты смотришь как он себя ведет как реагирует там на какие-то проблемы там вдруг там кого-то взломали что они сделали после этого это в этом цены будут падать и расти но вот ты сказал да там солана ftc за последнее время если вы там наблюдали очень неплохо подскочили все токены блокчейновых инфраструктур то есть та же солана avalanche полигон с ихматиком потому что как мы с тобой говорили раньше лучейн это инфраструктура чем больше появляется проектов на этой инфраструктуре чем больше диверсификации до сервисов на том или ином блокчейн тем конечно он будет более востребованным и естественно будет расти в цене самый интересный там и последний пример это вот токен финанс смарт чейн который да вот бенби который изначально был обычным токеном биржи там где его можно в этом использовать как токен для уплаты комиссии там и тому подобное но с тех пор как он стал привязан к инфраструктуре финанс смарт чейн и все комиссии за транзакции стали платиться в нем мы видели какой был рост а скажи как ты относишься в таком случае кто кинули кто мог т.н. ну то есть ты наверное как-то знаком с или кто подозреваю а здесь прямая параллель корреляция ну то есть токен блокчейн только инфраструктуры единственное разница в том что пока еще он не открыт для широкой массы ходят слухи мнения значит о том что возможен листинг gtn токена на бирже ftx скажи пожалуйста может ли ты как-то это прокомментировать как представитель бежели как бизнес-аналитик нет ничего невозможного с одной стороны да с другой стороны всегда листингом вторичен первичная это партнерство проекта с биржей с любой может там с биржей с фондом там или еще с кем-то потому что до листинга необходимо провести еще очень большой объем работ для того чтобы всем быть уверенным что вот на момент листинга на момент появления токена вот в циркуляции да там среди широких масс вы там не знаю там это initial point offering там или что-нибудь еще там и минешнув exchange offering но в любом случае необходимо реально проделать очень много работы удостовериться в том что все показатели верны и да и дили джинс там в плане лигала то есть вот это все это все занимает определенное время и то есть когда все кричат и горлани что вот когда листинг вы должны там зависеться вот как можно на большем количестве бирж чтобы быстрее и как можно быстрее чтобы мы могли все сейчас там собрать свои иксы потом просто трейдить там по каналам но это же не сама цель это не сама цель сделать там его доступным для всех сразу и быстро потому что сначала нужно подготовить инфраструктуру чтобы все были готовы чтобы любом случае общем пятого поколения он крайне масштабируем вообще-то sky is the limit грубо говоря да вот поэтому в этом я уверен что как бы там все хорошо и уже когда все уверены не только я вот обе стороны там какие-либо эксперты еще тогда можно начинать покорение а давай вернемся вот еще к декс я хотел тебя спросить как ты относишься в дефа и слушай ну про дефа мне кажется это нужно вообще снимать отдельное кино у нас будет кино и прям кино да потому что дефа и вот в принципе я когда для себя его открыл я понял ну боже мой это же банк вот только вот у тебя в компьютере здесь потому что все что делает банк делает дефай а что у нас делает банк через банк мы отправляем денежки всем да да пожалуйста есть транзакции кредиты берем берем кредиты borrow borrowing and lending вот то есть мы можем взять в кредит под процент который ниже чем в банк причем процент там и ну любой мы сберегательные счета это пожалуйста это стейкинг да это стейкинг это всякие пулы и ликвидности и опять же процентовка там гораздо больше дефай пошли еще дальше есть флешлоуны это вообще просто невероятная штука флешлоу это займ без обеспечения ты берешь определенную сумму монет отправляешь ее потом куда нужно на один слов там потом на другой слов в надежде того что ты купишь подешевле продаж подороже возвращаешь сразу свой займ у того тому кого-то занимал и разницу кладешь себе в карман и это все происходит в рамках одной транзакции то есть по факту ты деньги даже ну не трогаешь ты экономишь на комиссиях ты экономишь на нервах потому что тебе не нужно туда закидывать свои деньги в качестве обеспечения пожалуйста и вот после того как их ввели вот только 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 да ну осознать и понять как с этим работать могли только единицы были случаи когда ну так называемые хакеры видели уязвимости и проводили такие транзакции там ну на миллионы долларов могу сказать что сейчас из-за того что ну работает там большая система оракулов там и автоматических маркет-мейкеров цены на всех свопов практически в каждом блокчейне и примерно одинаковые то есть для того чтобы получить деньги на арбитраже цен это нужно и знаю прям очень долго кропотливо сидеть и выбирать искать эту возможность она может быть там буквально секунду и все остальном времени ты больше потратишь на комиссию пример вот но сама идея флешлоуна это прям вообще идеальная тема со временем это еще усовершенствуется будет доступна для большего количества людей в плане понимания до инструментария то есть грубо говоря пока что ну вот я не видел прям такого красивого и качественного исполнения чтобы дефай можно было применять вот к повседневной жизни а то есть это ипотека примеру да там банковский займ но так чтобы вот и там занял в дефай да у тебя появились потом рубрики там какие-нибудь доллары или там чтобы их принимали там в том же банке или ну контрагент которому ты платишь но к этому все придет потому что децентрализация подразумевает под собой как сказать отмену посредника в виде банка многие хайпы поверхностные проекты сегодня оперируют обещанием виде поднебесного стейкинга то есть когда их спрашивают но откуда вот эти вот проценты невероятные они крутят стейкинг вот давай скажем вот на твой взгляд процент стейкинга сколько должен быть в год или как вот есть я смотрел буквально вот на днях средний по вообще всем блокчейном именно хороший стабильный надо но просто почему скажу что именно средний стабильный ну попадут цифры то 10 12 это это максимум почему стабильный потому что любой когда любой до годовых это классическая схема то есть все работает как надо а почему потому что пул прошел аудит не один а несколько в нем участвовать несколько фондов твл она же целый лак то есть вот все средства которые значит залочены в этом пуле там выше определенного там уровня ну там порядка там 100 миллионов там 150 миллионов и вот тогда есть возможность получать на комиссиях которые генерируют этот пул ну там 10 12 процентов может быть там чуть чуть больше но когда вы видите 3 800 там тысяч процентов годовых именно там и пивай и и и pr но оно либо будет очень недолгим ну либо в какой-нибудь момент она может просто закончится сейчас уже есть даже елд фарминг там с плечом на салане к примеру есть там с плечом x3 потом кладешь его в обеспечении там тысячу долларов поможешь фармить типа как ну с трех тысяч получаешь грубо говоря больше денег но тут тоже нужно понимать да что вот мы-то фарми все монетках а монетка это не стейблкойн и поэтому мы можем вложить эквивалентно тысячи долларам вот под сто тысяч процентов до получить 800 потому что монетка просто упала там на много намного согласна будьте внимательны и вот обратите на ту информацию которую мы только что рассказали диверсификация реликту кстати говоря может нам расскажешь какой-нибудь секрет может ты знаешь это какой-то инсайдерскую информацию по поводу сотрудничества реликтом и ftx понятно что нет ничего невозможно нотку нотку но нотку но если таки думаю что ближайшем будущем хорошие переговоры в плане работы фонда ftx анжела меда ресерч и пока рано говорить но все равно то есть я думаю что есть шансы на успех есть повод задуматься и так как ты знакомым с реликтуум давай что-нибудь дала мы сегодня дали очень много интересного самом деле материала и много полезной информации для новичков ну и в том числе для тех кто участвует уже активно в крипто рынке а сейчас я хочу немножко что-то сказал какие-то напускные слова тех кто только знакомится с реликтом только начинает не только на крипто рынок но если ли кто знакомится вот как вы думаешь она что это обратить внимание прочитать техническую составляющую посмотреть инфраструктуру что с чего начать знакомство ты потому что знакомился сам я удивлена я вот ремарку небольшую сделаю я не давал мы познакомились на мероприятии в сочи я чуть рассказала нас не давал никаких ссылок сайтов и так далее роман совершенно сам все вот изучил познакомился да да но это было очень круто для меня это было удивление вот вот как как этот путь пройти новичкам что нужно посмотреть слушай новичок новичку рознь покуда ты не знаешь информации вообще о инфраструктуре и о скелете проекта ну и чем он отличается от тех что уже ходят скелеты да то есть вот чем блокчейн реликтума отличается там от блокчейна lightning там да с биткойны эфирного биссе вот сначала понять для себя какие плюсы есть да может быть они минусы найдут там после этого когда есть понимание о основном скелете можно смотреть продукты на блокчейне и на самом-то деле когда я смотрел я просто думаю ну а чё так можно было да потому что чего нет у других крипто хранилища нет точно то есть все мы знаем что такое к примеру бит торрент да но мы не знаем как это можно было бы прикрутить в блокчейн и сделать его но абсолютно адекватным в использовании как прошаренная папка у тебя на компьютере но только если у тебя взорвется компьютер вдруг ты можешь восстановить свою информацию имея хотя бы ну вот свои пароли явки что мне понравилось ну свопалка я и обертки разные как бы это уже следующий уровень новичкам нужно хотя бы понять как работать с финансами в этом блокчейне какие продукты для этого нужны да то есть как завести как вывести как перевести своим друзьям что такой кошелек какие плюсы какие минусы ну и после этого я думаю что нужно всегда задавать вопросы если ты будешь я тебе задавал кучу вопросов да и кстати вот друзья пожалуйста подписывайтесь на наши социальные сети задавайте вопросы лайкайте оставляйте комментарии ну лайки конечно никак не повлияют на ваше знание реликтов но нам будет приятно вот так что комментарии и подписку очень рекомендую это работает да я думаю будем закругляться я тебя благодарю за интересную беседу мне кажется вообще не было воды все было настолько четко и по делу все сидели с ручкой и записывали себе какие монеты покупать что сейчас выросло что в топе и в чем плюс реликтума и почему это действительно здесь есть великие шансы а скорее даже сто процентов для меня по крайней мере точно на позитивное будущее все равно спасибо большое тебя сушат и должна была еще добавить что ничего из вышесказанного не является ничего из вышесказанного ребят не является финансовой рекомендацией думайте своими головами и дуя он research с спасибо вам